ДОСУГ Доброе утро, Виктор! Доброе утро, жители города Николаева! Проект «Бизнес Гидс» – это проект, о котором хочется говорить, хочется рассказывать. Этот проект был создан нами для деток возрастом от 4 до 8 лет. В этом проекте детки месяц трудились и пробовали себя абсолютно в разных профессиях. В этом проекте детки попробовали себя в качестве шеф-поваров известного ресторана нашего города. Узнали о самых вкусных, пожалуй, профессиях – это шоколадье, пицца Йола, еще называют пиццемейкер. Дети были фэшн-моделями, пожарными, ну и так далее. То есть спектр широкий. И что вот приятно – пожарными. Потому что все идет такое весьма элитарное, все же хотят быть как не звездой, так и телеведущим, так и еще кем-то. Тут пожарные. То есть желающие были и на такие профессии. Причем большинство было девочек. Круто. Девчонки ломают стереотипы, уже начиная с юного возраста. Они как-то выбирали сами эти профессии или, скажем так, в формате все-таки реалити-шоу, то есть им выпадала вот такая вот миссия? Скажем так, в формате реалити-шоу мы подбирали… Наша задача как организаторов была минимизировать теорию и сделать максимум практики, чтобы это было интересно для этого возраста. Поэтому мы выбирали те профессии, которые будут интересны именно этому контингенту детей. Вот так, а если мы говорим о самих съемках, как долго они проходили, как дети готовились к этому моменту, их, возможно, как-то готовили или все вот так было? Как есть такие, по формату, по сути, реалити? Мы старались все снимать с первого дубля, потому что эмоцию, которую ребенок дает первоначально, ее невозможно воспроизвести. На каждой из локаций детей сопровождал профессиональный видеооператор, который пытался максимально запечатлеть ту практику, те навыки, которые ребенок приобретает на той или иной локации, на той или иной профессии. Ну и, собственно говоря, по итогу был составлен огромный видеофильм о трудах этих деток. Я предлагаю сейчас небольшой травочек, который все-таки увидите, о том, как общались с одним из участников, он рассказывал про свой видеоблог, как у него получилось достичь таких высоких результатов, делиться с нами, ну и вы сейчас тоже сможете это увидеть. Говорят, влюбляться можно с 12 лет. Это правильно? Да. Почему ты так считаешь? Может быть с 10? Потому что уже есть возраст того... Опыт уже наработанный, уже понимаешь, что необходимо. Да. В 10 это еще рано. И в 11 с половиной еще, а вот в 12 уже нормально? Да, да, да. А в 13 не поздно? В 13 нет. Нет? Вот уже в 20 поздно, это точно. Добрый день. Добрый день. Вас как зовут, молодой человек? Андрей. Андрей, вы уже достаточно взрослый парень. Сколько вам уже лет? 6. 6. То есть уже серьезные вопросы приходится решать. Дружитесь с девочками уже? Вы такой импозантный, видный мужчина. Много у вас поклонниц. Какие знаки внимания они вам показывают? У меня даже есть невестка. Невестка? То есть вы... А вы знаете разницу между невестой и невесткой? Нет? Ну да ладно, пока рано. Так вот расскажите поподробнее о вашей невесте. Как зовут? Лолита. Лолита. Подарки дарите Лолите? Что подарили в последний раз? Да бог, когда мы дарим все подарки, когда мы увязываем им, и у него день рождения, и все. Настоящий мужчина дарит подарки на 8 марта, день рождения. Рассказывал один мальчик перед тобой, я с ним разговаривал. Ты знаешь, Анри? Это друг твой? Или... Жених. Жених? Серьезно? Ну и что там? Как он вообще? Нормальный парень? Заботится о тебе? Не очень. Не очень? Ну а что ж туда, он жених. Может надо другого какого-нибудь жениха? Нет? Привет, Миша. Привет. Как у тебя дела? Хорошо. Чем занимался всю неделю? Игра на планшете, собирал лего, учился, готовил. Играл на планшете, да? И готовил. То есть ты абсолютно продвинутый юзер, ты разбираешься во всех современных технологиях, гаджетах. Да. Скажи мне, может быть, сам что-то творишь в интернете? Да, снимаю видео про еду. Это получается блог? Блог. У тебя есть свой видеоблог? Да. Как он называется? У Мишки на кухне. У Мишки на кухне, так хорошо. Давай, ссылочку по царям, да? Ссылка в описании. Ссылка в описании. Я просто не знаю, современная молодежь разбирается. А вот вообще, как идея пришла тебе снимать это все и выкладывать в интернет? Много подписчиков у тебя? Да. Ну, сегодня уже плюс один точно будет. Сколько уже подписчиков? Три тысячи. Три тысячи подписчиков? Это же даже больше, чем у, я не знаю, Михаила Поплавского. Миш, семья большая у тебя? Да. Сколько человек? Шесть. Шесть. Это мама, папа и? И нас четверо. А, вот почему ты любишь готовить. И поэтому ты любишь готовить и снимать это все, чтобы было видно о том, насколько порции разделить. Да. Как вы вчетвером, это же много, невероятно, это же так весело, наверное. Да. Ты старший? Средний. Средний? Старший кто? Андрюха. Андрюха вами заправляют всеми. А у вас три, получается, четыре брата? Нет. Нет? Трое. Мы трое и одна сестричка Соня. И одна сестричка Соня. Смотрите, друзья, когда Соня вырастет, какая у нее будет защита-то. Ну, я так понимаю, весело было на съемках не только детям, но и съемочной компанией, которая все-таки за этим всем следила. Потому что все-таки повторить реально невозможно то, что вот они говорили. Скажем так, выбирали детей по какому принципу? Потому что в большинстве они какие-то уже успешные, скажем так, реально бизнес-дети. Вот уже канал там 3000 подписчиков, 3001, Сережа, извини, ты же подписался уже. То есть это какой-то принцип у детей, которые уже успешны в Николаеве? Или, скажем так, можно из любого ребенка сделать вот такую звезду? Скажем так, нашей основной задачей не было при провождении какого-то дополнительного предкастинга. Мы хотели детям, абсолютно всем детям, желающим поучаствовать в нашем проекте, показать, что путем вложения колоссального труда, путем, если поставить цель, ее обязательно можно достигнуть, но если чуть-чуть для этого что-то сделать. А по поводу проектов, которые были сняты, вот сейчас все жители города Николаева смотрели проект в рамках реалити-шоу. Мы сняли «Звук мудрости», когда в неформальном общении дети отвечали на разные вопросы. И то, с какой логикой дети подходят к этому, это заставляет просто задуматься, насколько у них чистое сознание, это просто заставляет уважать. И еще и радоваться тому, что есть такие, да, еще не засорили мозг всей этой информацией, как уже взрослым. Ну и, конечно же, в результате, скажем так, этих съемок, в результате того, что они получили, по сути, конечный продукт, где они настоящие звезды снимаются, актеры, актрисы и так далее, еще и было награждение. Что это было за награждение, где проходило, ну и, соответственно, как проходило. Суперфинал, гала-концерт нашего реалити-шоу состоялся 27 октября в концерт-холле ночного клуба «Каплика». Мы постарались, как организаторы, создать максимально масштабное шоу для деток, для того, чтобы они почувствовали эту атмосферу праздника и почувствовали, что все их труды обязательно должны быть вознаграждены. И они будут вознаграждены. На большом экране, при большом количестве зрителей, был выведен этот видеофильм о их трудах, которые они на протяжении месяца, эти все навыки, которые они приобрели. Присутствовали жюри, 14 членов жюри, которые работают абсолютно в разных профессиях. Это достаточно известные люди города Николаева, которые выбрали для себя каждый определенного фаворита и вручили в дальнейшем им призы. Ну а, скажем так, основное имя победителя, организаторы тянули до последнего момента, эту интригу. Дети все ожидали, каждый перед друг другом рассказывал, я обязательно должен выиграть и победить, потому что я столько вложила в этот проект. То есть мотивация от них тоже была услышана. И в итоге главная интрига состояла в том, что победителями все-таки стали абсолютно все участники. Наша задача не была как организаторов выделить кого-то и заставить именно здесь и сейчас поверить и определиться с определенной профессией, кем вы хотите стать. В этом возрасте все хотят быть космонавтами, все хотят создать какую-то вакцину против всех болезней на свете и так далее. Наша задача была показать детям, что нужно верить, мечтать, ставить перед собой цели и достигать их. И обязательно при вложении маленького труда это будет вознаграждено. Если говорить об этом проекте, он долгосрочный, будет ли какое-то продолжение, возможно, с этими же детьми, возможно, аналогичный проект, но уже с другими участниками? Как вообще, какие планы? Это будут разные возрастные категории, это будут разные профессии, уже другие профессии. Мы планируем большинство маленьких, как мы их называем, бэби-боссов познакомить со всеми профессиями, которые представлены в нашем городе. Вот так, друзья, так что у вас есть возможность еще поучаствовать, у вашего малыша тоже. Я так понимаю, что возрастные рамки теперь растут. Конечно. От самых маленьких начинали, теперь уже можно и к более взрослым обращаться. Поэтому, друзья, если у вас есть желание попробовать себя в той или иной профессии, пробуйте. Я думаю, что все-таки ваша профессия вас найдет, либо вы ее. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!